здравствуйте друзья у нас такой относительно короткий вопрос молодой человек интересуется вопросами сексуального харассмента и как бы вот где это граница как вообще американцы умудряются вообще с девушкой там познакомиться задружиться как-то вот интерес к ней проявить не рискуя оказаться за решеткой там ну уж так вот вопрос ставится что там сейчас черный воронок его куда-то заберет я хочу сказать что в юридическом смысле во первых в каждом штате там свои тонкости во вторых там действительно очень-очень много тонкостей но ключевым в этом деле является систематичность и как бы сказать настаивание на том что другой человек отрицает отказывается то есть это такие явные это приставания и один если ты один раз там что-то такое сказал и вроде тебя послали ничего страшного нет то есть в этом нет еще харассмента но если ты начинаешь систематически это делать то есть как бы появляется вот такая создается атмосфера такая нехорошая первое второе так да это это первая часть значит и второе если человек явно тебе как бы выразил свое мнение по этому вопросу и как бы это мнение нет да то ты тут и там сказать спасибо большое извиняюсь за беспокойство и отойти вот и все то есть ты приглашаешь девушку там я не знаю в кафе или там вечером в театр пойти девушка говорит спасибо я не не интересуюсь вот если ты начинаешь приставать то это уже плохо а так а так все нормально поэтому вы можете сказать а где эта мера а как человеку знать меру это это правда сложно есть люди которые меры не понимают ему 10 раз сказала он допустим продолжает особая форма этого дела это когда люди связаны на производстве то есть когда получается такая штука ты как бы проявляешь такое некоторое благоволение такое сексуальное к кому-то а за это тебе какие-то коврижки работу продвижение по работе скажем вот там увольнение ты под него не попадаешь масса бывает всяких форм когда какой-то баш на баш происходит да это уже на производстве это уже очень серьезные штуки потому что когда судят компанию там могут судить на большие суммы и там страховки есть которые платят страховку легче судить чем конкретного человека у которого просто может не быть денег но вот я бы очень принципиально разделил вот этот сексуал харассмент на работе и сексуал харассмент в быту это это очень разные вещи кроме того есть как бы политкорректная вот этого сексуал харассмент вот было случае нашумевший в 90-е годы в начале там была целая волна вот как бы значит вот этих харассментов то есть чуть кто на какую должность там значит его подают сразу какая-то баба находится и его судят за харассмент и вот я помню у нас тут был супервайзер каунти аламиды каунти это с той стороны залива это серьезный человек и вот этот супервайзер он вынужден был уйти с работы помню его уволили его уволили за харассмент то есть его не судили а его уволили и я читал его значит соображение по этому поводу у него в речи его он там всякие шутки там прибаутки какие-то пословицы поговорки есть такое идиоматическое выражение в английском языке которая звучит как let's get naked да давайте так сказать голышом давайте будем разденемся догола смысл его состоит в том что такой ноу-булшит да давайте не будем прикрывать там какие-то проблемы давайте вот так и дословно как бы это одно но идиоматически это другое и вот но если вы понимаете смысл здрасте я ваша тетя да то как бы не имелось ввиду что я претендую быть вашим родственником это совершенно другой смысл и вот здесь то же самое но там была какая-то женщина афроамериканская которая пожаловалась на него что это хар что он ее харассы вот он ее харассы и на самом деле в глазах скажем публики судьи там и так далее харассмент это не то что ты думал когда ты говорил а это то как человек себя чувствовал когда ты говорил но люди тоже странные бывают поэтому есть общепринятые какие-то вещи когда тебе говорят ну ты извини ты ты неправильно поняла да а есть вещи когда говорят действительно мужик а зачем ты это говорил но но допустим ты же на должности чё ты вдруг и вот он был вынужден уйти с должности его даже уволили с должности это мне было криминального кейса какого-то там и не криминального гражданского там не было ничего это никто суд на него не подал но его уволили с должности за то что он как бы не политкорректно высказался высказывался вел себя так что вот мол женщина чувствовал себя сексуально харассно ли как будто он ей предлагал раздеться то есть иногда в политкорректном смысле это приходит какому-то абсурду, и это бывает, но что я могу сказать, может быть, там давно его хотели подсидеть или скинуть и воспользовались как предлогом, может быть, он потом судил эту каунти, и может быть, даже получить какие-то большие деньги за то, что его ни за что уволили, так тоже бывает очень часто, тоже бывает очень часто. Я знаю вот случай, но это не было связано с сексуальными там приставаниями, домогательствами, но у нас был знакомый, который был начальником отдела айтишного большой компании, громадной компании, она Fortune 100, даже не 500, 100, и там был какой-то парень у него, мексиканец, работал, его наняли, и он грамотный был, но он просто ничего не делал, и тот его уволил через какое-то время, значит, тогда уволенный мексиканец, значит, подал жалобу, что тот его называл всякими, ну, какими-то оскорбительными для мексиканцев кличками, травил его как мексиканца и так далее, и так далее, и его уволили, его уволили на основании того, что говорил уволенный бездельник. тогда тот подал в суд, и в суде компания не могла никак доказать, что он действительно, это слово против слова, ты не можешь человека, ну, вот так, если у тебя нет доказательств никаких, поэтому и он по суду очень неплохо с них поимел, то есть ему даже повезло, что вот так произошло, но, в смысле, в материальном смысле, хотя моральный какой-то ущерб, безусловно. Так вот, я к чему говорю, что и в сексуальных домогательствах то же самое происходит. Поэтому, то есть есть какой-то уровень защиты, когда ты говоришь, а меня это оскорбляло, но там есть и нижняя часть, когда ты говоришь, когда тебе скажут, знаешь, чувак, ты тут что-то перебрал. А есть какая-то зона, понимаете, где скажут тому, кто нападал, ну, как бы нападал, да, или там приставал, и говорят, а зачем ты это делал? Мы же на работе, мы же не в клубе сидим, мы же не на танцульках, ты же на работе, то есть на работе совершенно другой стандарт, особенно, если ты начальник. Хотя это не обязательно, чтобы был начальник, это может быть и сослуживец, это может быть начальник там не твой непосредственный, а где-то еще и так далее, и так далее, то есть там разные есть аспекты, это большая, так сказать, область юриспруденции американской. Такая история. Но я хочу сказать, что если человек не последний жлоб, то у него с девушкой проблем не возникнет. Если он действительно как бы с уважением относится к человеку и там проявляет интерес в неназойливой форме, в ненавязчивой форме, никаких проблем никогда не возникнет. Я не слышал такого, чтобы вот так вот, вот просто так. Поэтому я хочу сказать, что не страшно, знакомьтесь с девушками, там, приглашайте в кино, там, в ресторан, там, не знаю, там, на пробежку. Вот. И единственное, что не приставайте. Одно дело пригласить, другое дело пристать, прицепиться, домогаться. Вот эта граница. Я думаю, что всякий элементарно разумный человек, он как бы с этим справится легко. Счастливо!